Если вы хотите быть на коне и быть всегда в курсе самых новых трендов, нужно смотреть за ТикТоком. Ты никогда не знаешь, что будет актуально в следующем году и что может выстрелиться. Подписчики спрашивали, где купить такую шапку? Я говорю, ну где-то в СССР. Могу выйти и накрашенной, и не накрашенной. Могу какие-то показать свои успехи, могу и показать и провалы. Если показывать только все вылизанное идеально, то ты, получается, часть себя ты теряешь. И ты, получается, ненастоящий. А люди со мной это чувствуют. Сейчас только и разговоров о предстоящем празднике, потому что все продумывают меню, место, где будут встречать Новый год и, конечно, какие подарки будут дарить близким и родным. Но интересно, как готовятся к Новому году блогеры, ведь у них в этом смысле есть целое хозяйство, это их собственные соцсети. Узнаем об этом у нашей гости в нашей студии. Оля Макоедова, блогер. Оля, привет. Всем привет. Оля, интересно, вот многие люди, которые активно ведут свои соцсети, говорят, что ближе к Новому году, как правило, падает активность. Есть ли у тебя, как у блогера, какие-то специальные приемы, как удержать внимание подписчиков? На самом деле активность падает, наверное, последние три дня перед Новым годом, потому что все, понятно, закупаются продуктами, готовят подарки, готовят квартиру, декор. Да, а до этого времени очень классная активность и хорошо помогает, конечно, проведение всяких розыгрышей, конкурсов, разные подарки, потому что это все равно время, когда все люди хотят волшебства, хотят почувствовать настроение праздника. И если делать какие-то приятные бонусы для людей, это всегда очень классно заходит. И как раз надо, наверное, чтобы финальный розыгрыш или победители объявлены были уже как раз накануне Нового года, чтобы вот эти последние три дня, да, они все-таки удерживали внимание. Да, очень важно делать розыгрыши прямо вот накануне, чтобы человек, который выиграл, он получил этот приз и ощутил всю мощность этого праздника. Движение проверил. Многие пользователи замечают, что в конце года блогеры используют такой челлендж, они рассказывают о себе какие-то интересные факты. Вот тебе приходится так поступать или ты выбираешь другие пути? Ну, вообще, каждый год по-разному. Нужно смотреть по аудитории, по настроению и по тому, что сейчас как бы на волне, да, на коне. Тренды. В этом году у меня получилось так, что мы запустили новогодний розыгрыш, и понятно, что много подписчиков новеньких, которые не знают, и мне хочешь-не хочешь, уже пришлось выпустить видео, видео-знакомство, да, где я рассказываю о себе, показываю, чем я занимаюсь, но очень классно тоже делать такие видео в разрезе года. И здорово, когда это не просто пост с одной фотографией, а когда это нарезка видео, то есть человек может погрузиться в целый твой год по каким-то маленьким кусочкам. На самом деле, все блогеры меня поймут, ничего не удаляется, всегда все хранится, потому что любой момент может в какой-то момент пригодиться. Никогда не знаешь, когда понадобится. А как ты относишься к трендам Инстаграма? Вообще, я очень здорово отношусь, главное выбирать правильно тренды и смотреть, что именно подходит тебе. Вот один из последних трендов, и я вот видела, что ты тоже поучаствовала, присоединилась к нему, это песня Кати Лель, «Мой мармеладный», да, и все, в общем-то, использовали какие-то бобровые норковые шапки, записывали под эту песню видео, ты тоже поучаствовала? Да, на самом деле, этот тренд появился еще в марте этого года, и он появился в ТикТоке, то есть его подхватили американский, европейский ТикТок, потом уже наши, и он вот в ноябре этом набрал самый большой охват, потому что начали семья Кардашьян, Ким, Кайли Дженнер, Крис Дженнер, да, сняли под этот звук видео, и, да, тренды, меховые шапки, меховые шубы, такой а-ля русский. Признавайся, где ты шапку взяла такую, я уже отыскать. Эту шапку, у меня, кстати, подписчики спрашивали, где купить такую шапку, я говорю, ну, где-то в СССР, потому что мне ее подарила мама, да, и эта шапка на самом деле у меня лежала, ну, не знаю, лет 5-7, наверное, да, и вот сейчас тренд, я говорю, о, класс. Это как раз к разговорам о том, что ничего нельзя выбрасывать и ничего нельзя удалять из телефона, все может пригодиться в любой момент. Ты никогда не знаешь, что будет актуально в следующем году и что может выстрелить. Да, вот хотелось бы, конечно, Криштиану Роналду, видите, участвующего в таком тренде, но ему, видимо, он не подошел. А как ты выбираешь эти вот критерии, трендов, вот каким следовать, а каким нет? Может быть, какие-то есть, в которых ты точно участвовать не будешь? Ну, на самом деле первые тренды приходят в ТикТок, потому что это самая активная и развивающаяся сеть, а в Инстаграме оно уже приходит после, да, поэтому если вы хотите быть на коне и быть всегда в курсе самых новых трендов, нужно смотреть за ТикТоком. Особенно американские тиктокеры, они быстрее всего ловят эти тренды и потом уже расходятся у нас. Как я выбираю? Ну, я смотрю то, что мне нравится, то, что органично и подходит мне, я уже применяю. То есть я не всем, конечно, трендам следую, выбираю то, что комфортно мне. Оля, интересно, ты знаешь, когда вот иногда листаешь просто ленту Инстаграма и наблюдаешь за блогерами, популярными аккаунтами, кажется, что с тобой что-то не так, ведь вокруг все транслируют вот эту идеальную жизнь. Ты как к этому относишься? Я к этому отношусь, что нужно показывать реальную жизнь тоже, потому что у себя в блоге я стараюсь, могу выйти и на крашеный, и не на крашеный, могу какие-то показать свои успехи, могу и показать и провал, могу показать там какие-то страшные моменты с удалением зубов и вот с такой головой, зеленой в синяках, чтобы люди понимали, что это реальная жизнь, как бы то, что у нас в жизни происходит, за этим тоже интересно наблюдать. А на что реагирует лучше, вот на идеальную или на обычную жизнь? Всегда по-разному, всегда по-разному, но на самом деле реальная жизнь всегда цепляет, потому что все люди обычные, мы все с вами обычные люди, да, и когда человек видит то, что происходит у него, он видит что-то родное и понимает, что это настоящая жизнь, не какая-то суперидеальная вылизанная картинка, это то, что ближе к народу. А как ты думаешь, Оля, вот те блогеры, которые как раз транслируют идеальную жизнь, насколько легко это делать или вот есть вероятность, что ты выгоришь в какой-то момент? Я скажу, что это очень сложно, потому что постоянно нужно соответствовать какому-то образу, да, если человек выбирает показывать только положительные моменты, но так же в жизни не бывает, мы все болеем, мы все расстраиваемся, у нас у всех что-то не получается, да, и если показывать только все вылизанное идеально, то ты, получается, часть себя ты теряешь, да, и ты, получается, ненастоящий, а люди все равно это чувствуют. Вот в конце 22-го многие блогеры, они делились итогами своего года, но вот сейчас это еще тренд или это раздражает, когда блогер показывает, там, заработал 100 миллионов, в Дубае был? Ну, даже не в этом дело, вот итоги года были у всех блогеров, каждый это делал, вот сейчас этот тренд еще популярен или нет? Знаете, нужно делать его первым, пока еще не началось, если вот сейчас вы опубликуете итоги года, то это будет класс, это восприняется хорошо, если это уже последний день года, и вы увидите в своей ленте 300 человек, которые подвели итоги, конечно, вас это будет раздражать, и хочу повториться тоже, что нужно делать как-то это интереснее, если это просто пост, это не так цепляет, если вы в итоге вашего года подведете видео, да, видео нарезки, ваши тоже успехи, провалы, факапы какие-то, это самое классное, там, вырезанные кадры, которые обычно у вас не попадают в Инстаграм, и какие-то классные моменты, которые вы прожили, и если вы еще озвучите это видео, да, своим голосом, добавите свои комментарии, то это намного интереснее будет смотреться, чем просто пост с галочками «дан-дан-дан». А был какой-то тренд, который тебе удалось запустить, что за тобой стали повторять? Ой, надо вспомнить. Ну, точно было. Наверняка было, да? Вообще, да, очень много, кстати, то, что запускается в Верусице, допустим, как кофе с корицей по четвергам, да. А, кофе с корицей, я даже знаю, я вот не особый прям пользователь, но знаю, что нужно пить кофе с корицей по четвергам. У меня в какой-то момент был инста-цветок, когда я купила какой-то цветок, и говорю, вот смотрите, если вы не знаете, что снять, и у вас нет, как вы думаете, что дома ничего красивого, купите один цветок, и на фоне него там делайте какие-то раскладки, ваш инста-цветок. И вот инста-цветок этот пошел в массы. Ну, каждый раз что-то новенькое, и, не знаю, часто встречаю людей, они говорят, вот я ехал там-то, там-то, и вспомнил про Олю Макоеду, потому что там что-то было, вот. Ну, то есть какими-то советами точно пользуются. Да, да.